Хочешь побеждать вместе с бойцами? Делай ставки в MarathonBet. Лучшие коэффициенты, быстрые выплаты и круглосуточная поддержка гарантированы. MarathonBet. Ставки по ссылке в описании. Очень скоро состоится турнир UFC 216, на котором Тони Фергюсон проведет поединок с Кевином Ли за временный чемпионский титул UFC в легком весе. И легковес рассказал о предстоящей схватке. Стоит отметить, что Фергюсон должен был драться за временный поезд еще в марте на UFC 209. Однако этот бой так и не состоялся из-за проблем Хабиба и Нурамагомедова со здоровьем. Фергюсон пытался получить бой с Нейтом Диезом, однако и этот поединок также не смогли организовать. Мы пытались сделать этот бой, я очень хотел этого, рассказывал Фергюсон. Я хотел подготовить почву для потенциального боя с Конором, когда он вернется. Пусть защищает титул или делает вакантным, но я не буду драться с тем, кто не хочет драться, как, например, Хабиб. Было два варианта, либо Хабиб, либо Нейт Диез. Оба парня могут драться и вроде бы хотят вернуться в октагон, но по определенным причинам они не хотят принимать бой со мной. И это говорит о том, что они знают, что я самая крупная угроза в этом дивизионе, сказал Тони. Несмотря на довольно долгий простой, Фергюсон не терял времени даром и изучал своих потенциальных соперников. Ли был как раз одним из тех. Фергюсон вполне уверен в своей победе и комментирует это так. Я визуализирую парочку финишей, особенно мой фирменный прием удушения Дарса. Как только я подловлю его, он уже не выберется. Кемидли также вполне уверен в своей победе над Фергюсоном и он готов озвучить идеальный план боев до конца года. После боя с Тони Фергюсоном 7 октября, Кевин хочет сродиться с Хабибом Ромагомедовым в декабре. Тони Фергюсон настоящий зверь, поэтому в сражении с ним я получу ущерб. Я уже этого ожидаю, так что проверим. Но в идеальном сценарии, после избиения Тони, я бы сразился с Хабибом 2 декабря. У них все еще нет кедлайнер для этого плохиша. Мне нравится эта идея, уничтожить двух лучших претендентов, двух бойцов, которые бы считали фаворитом в бою с МакГрегором. А в следующем году уже подзаработать настоящих денег на поединке с Конором МакГрегором. Но это только планы самих бойцов. Как вы знаете, сейчас в легком весе довольно странная и запутанная ситуация. Казалось бы, есть железный претендент, это победитель боя Фергюсон Ли. Но Конор выражал желание подраться именно с Хабибом в России, после чего и вовсе вышла новость о том, что он уже желает провести третий бой с Нейтом Диэзом. По словам Дану Уайта, стало ясно, что драться с Конором будет тот, с кем он захочет. И не важно, что будет временный чемпион, который правомерно заслуживает бой с чемпионом. Пишите в комментарии, как вы смотрите на эту ситуацию. Похоже, что UFC окончательно превращается в шоу и потерял свою спортивную составляющую. А на этом выпуск подошел к концу. Подписывайся на мой канал, если ты все еще не подписан. До встречи!